дорогие рукодельницы любители и ценители творчества рада приветствовать вас на канале колыбель искусства с вами мирослава сегодня на видео уроки я буду делать необходимый и очень симпатичный аксессуар для кухни а именно подставку под горячие присоединяйтесь я думаю вам будет интересно сегодня для работы вам понадобится декупажные карты деревянная заготовка шпатлевка грунт краска в общем полный перечень материалов которые буду использовать сегодня видео уроки вы найдете ниже под видео пожалуйста обращайте на это внимание еще я хотела сказать о декупаже немножко рассказать о декупажных картах у нас в магазине очень большой выбор декупажных карт кухонной с темой кухни в том частности разных диаметров совершенно спокойно выбирайте себе понравившийся вам рисунок диаметр карты это очень удобно приходите к нам будем вам рады всегда подскажем поможем выборе вот и вы с легкостью будете создавать свои уникальные аксессуары для кухни будем всегда рады вам и так самом начале мы должны подготовить деревянную основу к работе для этого мы ее загрунтуем грунт будем использовать универсальный и еще один момент у меня заготовочка предназначалась для часов поэтому есть здесь дырочка в середине я ее уберу с помощью шпатлевки и поехали петлевку использую обычную по дереву она продается в любом строительном магазине пожалуйста так старайтесь растянуть не оставлять таких грубых грубых моментов сверху потому что она застынет и потом долго и неудобно их убирать так отлевку нанесли подождите чуть-чуть пусть у нас хватится и после этого наносим грунт и после нанесения грунта оставляем все до полного высыхания наносите грунт как вам удобно с помощью губки кисточки совершенно не принципиально я буду наносить с помощью кисточки таким образом грунт нанесен с лицевой стороны скажем так с изнаночной стороны то же самое покрываете грунтом и оставляете до полного высыхания заготовка уже у нас высохла сейчас мы приступаем процессу зашкуривание выравнивание поверхности потому что она шероховатая такая неровная и конечно шпатлевка тоже мы ее должны выровнять я для этого буду использовать наждачную бумагу на тканевой основе плотность 220 этого достаточно еще что хотела сказать все эти работы конечно лучше проводить я имею ввиду грунт шпатлевки заранее то есть лучше это оставлять на ночь и на следующий день совершенно спокойно когда все схватилось и улеглось совершенно спокойно приступать к работе уже ни о чем не волноваться приступаем приступаем сейчас мы будем наносить клей для декупажа на поверхность и приклеивать непосредственно наш рисунок приступаем клей кисточка для лака и клея напоминаю в очередной раз должны быть разные кисточки прям себе отметьте чтобы не испортить потом работу наносим клей равномерно сейчас мы должны увлажнить как картинку я ее уже вырезала производитель карты побеспокоился и сделал ее уже круглой что очень удобно вот сейчас ее будем увлажнять карты повторюсь очень тонкие их не надо дополнительно делать тоньше да никаких просто увлажнили и приклеиваем абсолютно спокойно хорошо ложится убираем излишки влаги убираем излишки влаги и убираем и мол и и и Выбираем сразу же воздух. Так, смотрим, если хотим добавить еще клей, добавляем по краям обычно, а за дополнительно. Здесь есть такая необходимость, пожалуйста, не бойтесь. Несмотря на то, что карта тонкая, но она и достаточно прочная, поэтому можно добавлять клей, дотрагиваться рукой, ничего не расползается, цвет не уходит. Очень качественная, удобная в работе карта. Вот прям для такой немного влажной салфеткой прошлась. Убрала воздух лишний и сейчас сверху буду снова проходиться клеем. И еще раз кисточкой склеим от середины к краю дополнительно. Пройдитесь, чтобы убрать все-таки точно наверняка этот лишний воздух. Как понимаете, рисунок у нас немного больше нашей основы, поэтому пока еще влажная, ну чуть-чуть ей дайте схватиться, но пока она еще влажная, да, карта. Можно вот аккуратненько пройтись наждачной бумагой и убрать все-все лишнее. После того, как вы прошли с наждачной бумагой, все сняли, обработали, поверхность необходимо хорошенько высушить. Поверхность с картинкой хорошенько высохла, готовая к дальнейшей работе. И обратную сторону мы будем покрывать краской. Смотрите, вот я выбрала коричневую, потому что здесь основа на картинке, да, просматривается коричневая, да, в коричневых таких оттенках, естественно. Поэтому и обратную сторону я буду покрывать, чтобы они как-то сочетались между собой краской. Почему буду покрывать вообще краской? Потому что мы будем сверху с вами клеить пробку, она, естественно, не ляжет очень плотно, да, чтобы закрыть поверхность и ничего не просматривалось. Если какие-то моменты будут просматриваться, они будут логичны в работе и не испортят внешний вид. Так, краску. У меня меловая краска. Вы можете использовать абсолютно спокойно акриловую. Какая у вас есть под рукой, пожалуйста, используйте. Здесь никаких ограничений, правил нет. Так, первый слой я сейчас подсушу и нанесу второй слой краски. Так, обе стороны просохли, готовы к дальнейшей работе. Эту я покрыла в два раза. Вы смотрите, если вам устраивает в один слой, у вас более укрывистая краска, пожалуйста, останавливайтесь. Это уже на ваш взгляд и выбор. Сейчас я буду наносить лак на поверхность, дабы защитить, дабы защитить. Лак у меня глянцевый, на водной основе. Вы тоже по усмотрению. Можно использовать матовый, полуматовый, как вам больше нравится. Смотрите, я в этом видео уроке нанесу лак в один слой. Вы же должны нанести хотя бы 2-3 слоя. Если это будет использоваться на кухне, чем больше слоев лака, тем лучше. Между слоями аккуратненько можно пройтись наждачной, очень мелкозернистой бумагой. Снять немножко лоск и следующий слой. И пока можно наносить, пока вас, собственно, не удовлетворит полностью внешний вид. И вы будете тогда уверены, что хорошо защищена поверхность, особенно со стороны картинки. Это немаловажно. Вы все-таки будете протирать часто влажными, да, какими-то средствами пользоваться. Поэтому с лаком постарайтесь не экономить. После нанесения лака хорошо. Необходимо просушить. Итак, лак хорошо у нас высох. И сейчас мы будем приклеивать пробки к поверхности. С обратной стороны, с одной у нас картинка, с другой у нас будут пробки. Для этого мы будем использовать горячий пистолет и непосредственно пробочки корковые. Я их разрезала предварительно. Высота у них один сантиметр. Вы, опять-таки, смотрите, да, как вам удобнее. Вы можете выше делать, ниже. Это уже зависит от вас. Итак, начнем с серединки. Серединку мы обозначим и потом пойдем по кругу. Беру-ка я, какая мне больше нравится. Вот это, наверное. Просто капельку клея и зафиксировали. И так далее. После того, как все пробочки я приклеила к поверхности, все неровности где-то невозможно так идеально просчитать, чтобы все легли ровненько и не выходили за пределы. Поэтому все неровности я выровняла, да, подрезала с помощью канцелярского ножа. А из остатков вот закрыла таким образом маленькие остаточки. Вы подрежьте себе, как вам удобно. И вот таким образом закройте какие-то пробелы, которые образовались в процессе работы. Ну вот, собственно, с поверхностью, с пробками мы закончили. Мы переходим к финишному этапу. И вот остается у нас такой кантик. Да, он бы не очень нравится мне, как выглядит на данном этапе. Я хочу, чтобы это была более завершенная история. Поэтому буду использовать жидкую поталь, кисточку и вот по этому кантику пройдусь. Если у вас его нет на заготовке, значит, не надо это делать. Если он есть, вас раздражает, можно завершить работу вот таким образом. Поталь хорошо взболтать. Предварительно надо. И вот прямо кисточкой. Поехали. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...